Детское радио представляет Сказки народов мира Сны Карлова моста Чешские сказки В столице Чехии, древней Праге, стоит Карлов мост, что соединяет берега своенравной реки Влтавы, таинственный старый город и величественный пражский град. Помнит мосты могучих королей и героев-рыцарей и много простого люда, что проходят по нему день за днем сотни лет. По ночам, когда стихают шаги, уставшая за день Влтава усмиряет бег своих бурных вод, а в небе появляется желтая луна, мост засыпает, и снятся ему удивительные сны. Вот один из них. Сказка о бургомистре и Янке. Давным-давно это было. Управлял одним крошечным чешским городком бургомистр. И был он жуткий зануда. Бывало, придет к нему кто, разреши, мол, праздник устроить, господин бургомистр. А тот в ответ книгу свою с правилами откроет, да и говорит, не положено на этой неделе праздника. И ходит по городу серьезный, как индюк, слова доброго никому не скажет. Пришли как-то к бургомистру два крестьянина. Чешский язык очень похож на русский. И многие слова, которые вы услышите в этих сказках, вам будут понятны даже без перевода. В России здороваются, говоря «здравствуйте». А в Чехии обычно говорят «добридэйна», что переводить не надо. Но в кругу друзей привычнее короткое «агой», которое используют и как «привет», и как «пока». Нередко можно услышать «здравье имя». «Приветствую». «Ну, что там у вас?» – недовольно отвечал бургомистр. «Родила кобыла моя, жеребеночка», – начал один крестьянин. «Прямо под моей повозкой», – продолжает второй. «Значит, коли повозка моя, то и жеребеночек мой». «Ну, кобыла-то моя, значит, жеребеночек мой», – закричал первый. Нахмурился бургомистр, книгу свою толстенную раскрыл, да читать начал. «Вот вам правило. Ежели что выросла на твоей земле, то твое. Так что чья повозка, того и жеребенок». Расстроился первый крестьянин, пришел домой, чуть не плачет. А дочь его, Янка, услышала, в чем дело, да и говорит. «Не волнуйтесь, отец, вот вам мой совет. Сделайте, как говорю, и увидите, что будет», – сказала Янка. Слово «отец» звучит по-чешски совсем как по-русски «отец». Чешские дети говорят «та-та», «папа», или совсем нежно «татинек». Отцы всегда готовы помочь детям верным советом. «Добра рада над золото». Хороший совет дороже золота. Так говорят в Чехии. «Раскиньте на дороге рыболовную сеть», – продолжала Янка. А как бургомистр спросит «зачем?», отвечайте. «Коле повозка может жизнь давать, то и в камнях рыба водится». Так крестьянин и сделал. «Так кто ж тебя надоумил до такого рассерженно, сказал бургомистр?» «Так дочка моя, Янка», – отвечал крестьянин. «Коль она такая умная, то может меня позорить», – подумал бургомистр. «Надо ее проучить, чтобы все знали, что умнее меня нет никого в городе». Позвал бургомистр Янку и говорит. «Ну-ка, Янка, скажи, что на свете быстрее всего? Ответишь верно? Так и быть. Присужу твоему отцу этого жеребчика». «Отвечу», – говорит Янка. «Только сперва ты, бургомистр, отгадай мою загадку. Что на свете самое сладкое?» Бургомистр аж задохнулся от возмущения. Ему, самому бургомистру, загадки загадывать. Но делать нечего. Сел он думать. Достал все свои книги с правилами, перелистал их и говорит. «Самое сладкое на свете яблоки из королевского сада». Яблоня по-чешски «яблонь». Очень похожие слова, правда? Так же и со словом «яблоко». «Ябко». Когда чехи хотят сказать, что дети похожи на родителей, говорят «Ябко не пада далеко от струму». Что похоже на нашу поговорку. «Яблоко от яблони недалеко падает». А Янка знает, только смеется. А что же тогда, господин бургомистр, по-вашему, самое быстрое? «А вот у меня записано», отвечал бургомистр, «карета нашего короля Вацлова». «А вот и нет», сказала Янка. «Самое быстрое – это мысль. Промелькнет в голове, а ты и не заметил. А самое сладкое – сон. Коли устал за день, слаще сна ничего и быть не может». Делать нечего. Пришлось бургомистру отдать же ребенка отцу Янки. С тех пор жители города только к Янке за советом и ходили. Сегодня мы узнали, как поздороваться по-чешски. Добрый день. Привет и пока. Ахой. Яблоко по-чешски будет ябко. А папу чешские дети ласково называют татьинэк. Сказки народов мира. Сны Карлова моста. Чешские сказки.